Особый интерес вызывает происхождение евреев и генетика. Кто это такие, откуда они взялись на нашу голову, от кого они произошли. Общеизвестная точка зрения состоит, что они жили где-то далеко-далеко в Палестине давным-давно. У них был Бог, они создали некую великую книгу, которая стала потом основой Библии. После этого там появился Новый Завет, и большая часть евреев его не приняла. Как всегда, анализ гаплоглуп ДНК евреев может нам прояснить вопрос, кому и каким народом они являются родственниками. Я всегда говорил, что по анализу по крови евреев, оказывается, что евреи это братский славянский народ. То есть они являются непосредственными братьями и родственниками с генетической точки зрения для поляков, русских, для украинцев и белорусов. Оказывается, таким образом, что у них русская, так называемая, то есть доминирующая у русских гаплоглупа, R1A, составляет порядка 30-35%. Более того, русских евреев в популяции среди мужчин, в популяции. Популяции это очень много. Почему? Потому что это идет в средние данные по Сефардам и по Ашкеназе. Если мы посмотрим Ашкеназе, выделим в них, так называемую, подгруппу левитов, а в ней, так называемую, подгруппу коэнов, то мы увидим, что у них концентрация террусской гаплоглупа R1A составляет порядка 70%. Славянская. Да, славянская. Гаплоглупа R1A, условно так говоря. Она составляет порядка 70%. В этом смысле евреи очень сильно напоминают индийские народы. Мы вспомним, что там есть кастовая система, и чем больше доля опы R1A, если больше кашатриев, конечно, которые, вообще говоря, самостоятельные народы, то тем выше их иерархическое положение в индийском обществе. У неприкасаемых, у низшей касты, процент содержания вот этой гаплоглупы самый низкий. У брахманинов, так называемых, да, которого это, как бы, даже созвучно с именованием брахман, у них она может составлять где-то, в один иных популяциях, тоже до 70%. Это нам указывает таким образом, что корни происхождения евреев надо искать где-то среди славянских народов. Посмотрим теперь на эту точку зрения с точки зрения, на их язык. Их язык, а уж кинази, это идиш. Что это за язык, откуда он взялся? Ответ. Это германский язык, но германский язык не северных, а южных. Он близок, например, к тому языку, на котором в настоящий момент говорят жители Баварии. Это показывает, что это какого-то рода славяне, говорящие странным образом на немецком языке. Что за чудо такое? Откуда это может быть? Как они могли появиться? Почему они воспринимаются сейчас как самостоятельный народ? Этому всему я хочу предложить очень простое и естественное объяснение. Вспомним, что существовала так называемая Священная Римская империя. Ее государственным языком был то ли немецкий, а скорее всего, его государственным языком была латынь. Искусственный язык, язык элиты. Говорили они, тем не менее, на немецком. И это было удивительное образование. Оно сильно отличалось от того, что мы сегодня придем посчитать за национальным государством. Сейчас одно государство, один народ. Тогда система была совсем другая. Это была полисная система организации общества. То есть большое количество городов и земель были объединены в некую аморфную конгломерату. Этот конгломерат был исключительно аморфный. То есть император не обладал всей полнотой абсолютной власти. У него не было даже столицы. Но у каждого из курфюстов, то есть князей, была обязанность кормить двор императора. А их было 8 человек. Ну, по разным качествам. Четыре светских и четыре таких-то владыков. И очень важно видеть, что в Эристагне, несмотря на то, что там было порядка 200 представителей различных городов, а у них были так называемые имперские, еще были свободные города, и они объединяли весь мир. У них еще были представители цехов. Отсюда можно сделать одно простое предположение, что евреи, на самом деле... Да, кстати, я всегда говорю, сколько самостоятельно народ не существует. И существуют никакой типичной гаплогруппы. Это конгломераты из восточной гаплогруппы, больше всего там славянского компонента, балканно-скандинавской и всего прочего. Таким образом, и можно высказать предположение, что евреи это то, те превратились в народ из цеха. У них были действительно цех мясников, у них были цех, ну, кого-либо там, и кого-либо еще, и в том числе был цех ростовщиков. Просто-напросто финансовый цех, который занимался вот именно содержанием вот этого. Это она была цеха, то есть, в смысле, у них были внутренние браки, они были в закрытом обществе, они всячески охраняли собственную монополию на проведение всевозможного рода финансовых операций. Вот, согласно этой точке зрения, оказывается, что они ни в коем случае не являются народом, а выделились в качестве народа, скорее всего, ориентировочно в XVIII веке. Сейчас скажу об этом чуть позже. Вот такая у меня гипотеза всего лишь. Такая у меня гипотеза. И представляли собой они ничто иное, как некую цеховую организацию просто-напросто финансистов Священной Римской империи. И после распадения Священной Римской империи, мы помним, что Ротшильд направился в трех своих сыновей в разные страны, которые открыли по банкирскому дому. По-моему, это Венеция была, Париж и Лондон. Ротшильд. Он выбрал себе двуглавого орла на красном фоне. Вот, красный щит. Это имперский символ. Скорее всего, быть может, но это только легенда, он был хранителем общака в Священной Римской империи. Вот, это так. Опять, кому же принадлежит попытка сделать из евреев место цеха и превратить их в самостоятельный народ? Мы удивимся, и окажется, что это, по сути, конец массового количества, начало XX-го, конец XIX веков, когда появился сионизм, когда было осознанно, что существует некая Палестина, которая является на самом деле породиной какого-то рода евреев. И евреи туда отправились, и они попытались превратиться, соответственно, в самостоятельный народ. Заметим, что в иудаизме есть такое направление, как хасидизм. Если, в общем-то, ортодоксальные евреи полагают, что попытка вернуться на землю обетованную является правильным и нужным решением, то они выступают прямо против этого. Более того, во время, очень часто, во время празднования Дня независимости Израиля, они выносят гроб и пытаются отметить праздник превратиться в некое погибальное шествие. В самом деле, хасиды утверждают, что люди, которые решили превратить евреев в обычный самостоятельный народ, тем самым отвергают их мистическую рассеянность по миру. Отказываются от этого. И это является чем-то чрезвычайно недопустимым. Отметим также, что со временем они, превратившись в народ из этого, они даже попытались отказаться, и вполне успешно, от своего собственного языка, то есть ашкеназия, от идиша. И вместо этого начали говорить на искусственном языке, который, безусловно, является их условием древнееврейского или арамейского языка. Поэтому, вот у меня подобного рода гипотеза. Гипотеза. Первое. По сути, по крови, они не являются никаким самостоятельным народом. И самый сильный компонент, который в них существует, это славянский компонент. Они всего лишь не народ, а один из цехов Священной Римской империи. Клан финансистов. Второе. Значит, они как народ сформировали сравнительно недавно, в конце 19-го, начале 20-го века. И, ну вот, ну что, еще что-то третье мне хочется. Как с религией? С религией, ну как любой самый клан, они активно общались между собой, они просто выбрали иудаизм, то есть вот такую предварительную странную форму христианства, в качестве своей базовой религии. Ну это же странно, а почему не эта религия, все-таки у них какая-то другая, чем христианство, которая в Европе и господствовала? И иудаизм, ну и более древний корень, чем христианство. Не говоря о том, почему. А почему христианство? А кто это знает, откуда это известно? Мы же отлично, господа, но давайте мы посмотрим. У терков есть иудеи? Иудеизм исповедующий есть. Караина – это иудейская группа, исповедующая иудаизм. У нас есть по поводу большого количества русских, населенных русскими сел, которые тоже исповедуют иудаизм. Не, ну если ты говоришь по поводу церкви, то понятно, откуда взялось Россия. Не, ну согласись, что… Потому что как доверять, да, как банк, доверять банку. Да, да. Просто у них есть какие-то связи внутренние. Да, конечно. Но при этом у них одна как бы религия. Эта религия такая, как, например, афиняне, северный афиняне. А у них была, собственно, религия, как был и являлся иудаизм. Только почему иудаизм? Вот это непонятно. Иудаизм, и священный афиняне, на территории Европы. Понимаешь, должна быть какая-то логичная все-таки концепция, по которой они все-таки не христиане, а иудеи. Поскольку из истории мы знаем, что христиане с иудеями жили немирно. Да, я могу сказать, что это так. Просто тут надо разобраться, откуда появилось христианство в Европе массово. Я тоже думаю, что не ранее 18 века. Ну, в современном смысле. Я бы датировал их там, ну, примерно 11 век. Библия когда сформировалась? Так же недавно? Значит, правильно. Ну, думаю, что да. Ну, относительно недавно, да. Так это евреи современные взяли из Библии свой священный текст или у них были отдельно свой священный текст? Они именно, то есть, сначала был иудаизм, а потом современные евреи решили, что именно они те самые иудеи, о которых написано евреев в Библии. Они решили так. То есть, был как бы иудаизм, и были и израильтяне, и иудеи, которые фигурировали в Европе. Ну, если древние были, да? Да. Так, но еще надо разбираться, что за этим, какой народ отстоял. Непонятно, какой народ отстоял. Но потом они решили, что это именно они. Что именно это они. Точно так же, как они решили, что их настоящая родина, Палестина, и они в этом... Нет, но если исходить из того, что Библия написана изначально на греческом языке, то, скорее всего, это были и были гнеки какие-нибудь. Кстати, вот вопрос... Весь этот разговор о том, что это перевели какие-то 72 толковника, перевели чудесным образом. Вполне возможно. Все это на самом деле миф. Вполне возможно. А если евреи, как говоришь, это основное содержание генетического материала, славянское, но ведь по своим антропологическим признакам евреи как-то уж совсем на славяных похожи. Ты знаешь, это расхожее заблуждение. Вот мы знаем товарища Льва Троцкого. Его, например, в одно время обвиняли в том, что это, мол, какие-то аристократы русские отдали его на воспитание в английскую семью. А почему? А потому что глобалоглазы и светловолосы. Только что, не помню, как звали девочку, ну и девочку. А их мало. Лет 48. На пост госсекретаря, чистоклонная еврейка из Ашкенназии претендовала. Голубоглазая и светловолоса. Ну, кстати, или мало, все-таки большинство... Это, кстати, очень интересная тема, да? Что нам генетика говорит, что темные глаза и там темные волосы это доминантный признак. Ну, это совсем не сонно через город. Ну, как ни странно, в моей семье это не оправдывается. Вот, смотри на меня, да? И у меня дочери, и у нее блогенький, голубоглазый. Ну, вот так они... А мама с папой у тебя кто? Папа у меня темный, мама тоже блогенькая, голубоглазая. Ну, вот от нее и передал. Так, почему не именантный признак? Так он рецессивный, он через поколение, что? Ну, это уже не существо. Ну, ладно, это не о том идет речь. Я просто хочу сказать... Ну, среди евреев нет через поколение голубоглаза. Я хочу сказать, что на самом деле, евреи современные, это некий конглуберат из большого количества народов. Если мы посмотрим, что мы опять внимательнее на их геном, возьмем всех в среднем, устранимся с сифардами, ашкиназами, всех прочим, мы убедимся, что у них порядка 20% в крови занимает гаплогруппа Е. Ярко выраженная негритянская гаплогруппа. А ты сам себе противоречишься, ты говоришь, что у евреев есть сборище народов, ты уже говоришь, что у этого сборища есть общая гаплогруппа. Как это может быть? Значит, как я это объясняю? Потому что надо жестко отличать ашкинази от сифардов и всех остальных евреев. То есть в этом конгломерате есть свой маленький конгломерат отдельно? Да, я с этого и начал. Они в этом смысле евреи очень похожи на индийские касты народа. Касты народа. Очень похожи. Когда получается у нас, грубо говоря, Советский Союз. В Советском Союзе была куча национальностей. Ну, не знаю, грубо говоря, белорусы, украинцы, таджики, узбеки, грузины, чуваши и так далее. И они, некоторые начали думать, что они являются не новой исторической общественностью, а советским народом. Здесь примерно так. Здесь примерно так. У них почему? У них жесткая клановая структура. Ну, не появилась же народа, у которого каплогруппа была. То есть какая-то была своя. Остались так и остались. Не появилось. Не появилось. Но ты когда берешь и популяцию, спрашиваешь, ты кто еврей. А кроме чего заряжать не желаешь? Желаю. Пошел, сдал. У тебя там получается порядка 35% R1, а 20% в негритянской. Нет, это я говорю к тому, что таким образом они объединились, на почве чего объединились разные народы, вдруг стали все евреями и поддерживают одну и ту же между собой и дерутся. На почве того, что они принадлежали к новому общему цеху и исповедовали общую религию. Потом они решили, что они являются одним и тем же народом и даже придумали себе собственный язык. И никогда Сефардаджи не говорили на идише, и Ашхеннази никогда не говорили на иврите. Они взяли и на иврите никто их не говорил. Получается, что они сказали, что ладно, давайте соберемся, мы будем рабами, а вы будете высшей кастой. У евреев есть разделение? Да, на народе. Если разделение на тех, кто выше, кто не выше. Я не хочу сказать, что это добровольно было объединение? Нет, у них все-таки внутренние собственные структуры существует некоторое разделение, кто выше, а кто ниже, немножко. Оно не такое ярко выраженное в форме, как это происходит в Индии. У меня вот все-таки такой вопрос, ты говоришь про искусственный язык. А какие доказательства, что язык искусственный? Ну, какие у него там? Ну, сам искусственный язык, типа аспирант. Он просто там взятая некая структура арамейского языка. Он не был совсем мертвым. Он был священным языком, на котором перечитали какие-то книги. Ты говоришь, конечно, что древние люди могли сделать искусственный язык? Почему древние? У них была способность. Это сделали в конце 19 века. Латинский язык? Одним, и ловру селиксинью одного гениального этого человека, я не помню, как зовут, потому что я говорю, сегодня особо готовился. Который он придумал, реально иврит создал, доктор он был. Где-то на территории нынешней России обитал где-то там. Иврит, придумал один, да? Один, да, один гениальный человек. Один гениальный человек. Я не говорил, где выдержку из какой-то, ну, в книге Фарменка, это самое, Крещение Руси, там представлена большая выдержка из какой-то энциклопедии, такой обзорной, обзорной географической энциклопедии 18 века. Там про различные народы, про различные территории пишутся, и в частности написано про евреи, и написано, общего языка не имеют, общей религии не имеют. Да, 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 да. Ну, общая религия, она какая-то, ведь были бухарские у нее, всякая прочая. Их, по большому счету, отличало от всех остальных тем, что они занимались одним и тем же ремеслом. Ремесло это было ростовщичество. И очень, кстати, с этой точки зрения интересно посмотреть, что на самом деле, откуда они нам достались. А достались там они в священной римской империи. У нас на территории никогда их не было. Среди евреев самих, нашей любимой финно-угорской граблогруппы, Н1С, она находится в микроскопических количествах. Подожди, Игорь, вопрос такой. Тогда с какими реками ты датируешься еще на римской империи? Ну, я считаю, что она дожила до 1804 года. До 1804 года? А она началась? Не знаю. Ну, вот это большой вопрос, потому что, скажем, на Руси же евреи упоминаются, по крайней мере, в 16 веке упоминаются. Да, если, может быть, они... Ну, кстати, может, тут... Где есть жидокствующих, это что такое? Это, сейчас... Это просто стандарт. Нет. Ну, да, я расскажу сюда. Почему жиды же были? Это стандарт. Нет. Что самое интересное, ведь мы говорим сейчас евреи. Вот, скорее всего, раньше слово евреи обозначало совсем не то, что обозначает сейчас. Возможно. Нет, вот, например, был такой русской истории, есть такой 18 века, деятель по фамилии Евреянов. Ну, по-моему, был одно время там председателем коммерческой олегии. То есть, скорее всего, все-таки фамилия его происходит от слова еврей. Потому что, ну, а такого еще? Но, тогда, тех, кого называли, и сейчас называют евреями, руси называют только жидами и никак иначе. Поэтому, если его фамилия происходит от слова еврей, то значит... Ну, у Достоевского есть братья Никасова. Что-то другое имелось. То Федор Павлович Крамазов не только среди жидов, но уже и среди евреев был принят. Вот такая фраза есть у Достоевского. Ну, у Достоевского это, скорее, таких стекла. Ну, нет. Я говорю о современном народе евреев, евреи как таковые. Значит, если бы они существовали на территории России до этого, как до странного... До этого чего? То раздела Польши. То раздела Польши никак не существовали. Тогда бы мы имели бы в них статистические знания, значимые примесь финно-угорских габлоглуб. Этого мы не находим совсем. Финно-угоров в них нет совсем. Негров не к 20%, а финно-угоров нет совсем. Нет, дело в том, что как существовали. С евреями там было не так все просто. Дело в том, что в разные периоды русской истории, если там, ну, брать условно, где-нибудь там с 16 века и там до конца 18 века, были разные политики в отношении евреев. То есть, в частности, длительное время, ну, допустим, при Елизавете запрещалось. Просто было закомплить, а запрещение жить евреям на территории... Да, черта седлости была так называемая. Ну, это опять повторяю. Если бы они когда-то тогда были бы достаточно давным-давно, то смотри здесь, как получилось. А в домострой, например, сказано, что православным нельзя не поддерживать никаких отношений с евреями. Ну, с жидами-то написано. Так не, ну, если бы они нигде не находились рядом. Не, ну, вы вспомните... Не, ну, вообще-то про Пасху тоже же написано, да, потому что Пасху празднуют не с евреями. Господа, те самые жидовствующие, которые были распространены в те времена, это просто протестанты. К евреям, как народу, немедленно... И там речь, но о жидах, а не о жидовствующих. Ну, какая разница? Нет, это разница. Я не вижу разницы особо. Я и говорю, что каплогруппы не врут. Если ты с ними взаимодействуешь каким-то образом, то, значит, они уносят эти следы с тобой. Ты каплогруппы-то можешь быть даже не врут. Но социальные расслоения всякого рода... А на какое отношение к генетике? Там же братья-то были запрещены с инородцами у евреев. Поэтому они, видимо, не вобрали в себя эти каплогруппы. Некая замкнутая общность какая-то. Она, естественно, сохранит свое постоянство. Они будут смешиваться с другими. У евреев, кстати, принято на самом деле... Это да, они замкнутые. ...основаться внутри некоторого. Ну, как и многие другие народы, кстати, тоже. И сама почти вздуматься, когда... Надо начинать с того, когда возникло вообще представление, что есть какие-то народы. Когда это вообще идея народности возникнет? Не знаю. Ну, смотри. Игорь, а Ашкеназия это что? Ашкеназия это вот европейские и американские евреи. Ашкеназия. Ашкеназия. Так это как современное понятие? Современное. Вот те, которые живут, которые говорили на Иташи... Их там 90% жило на территории Польши, накануне Второй мировой войны, да? Они вот это Ашкеназия. Вот те, что евреи, как говорят, управляют Америкой, они все Ашкеназия. А Сефарды это евреи средиземорские евреи. Они те самые евреи, которые были изгнаны из Испании и Португалии, которые отправились в Тулцию. Вот это средиземорские евреи, это Сефарды. Значит, уже получается у тебя, что евреи были расселены на каких-то двух полюсах Западной Европы? Да, да, да. Так? Я понял. Сефарды не говорят на иидише. Ашкеназия, в них язык иидиш был. Сейчас еще можно я рассказать? Мне кажется, все-таки вот еще идея цехового происхождения евреев, она, конечно, в ней что-то есть интересное, но, мне кажется, все-таки некоторым фактам она противоречит, потому что, скажем, караины, да, тюрки и иудеи, все-таки это караимский народ и караимская религия, но явно более древняя, чем цеховое устройство там священной римской империи. Кажется, да, кажется, да, но они же покровые и совершенно не имеют никакого отношения к евреям. Было бы интересно посмотреть на караим. Да, ну, значит, иудоизм как таковой все-таки возник до формирования. Да, да, да. Так я и говорю, что эта каста, этот текст заимствовала какую-то конкретно взятую религию. Она ее заимствовала, и она стала причиной потом дальнейшего распространения ее общественности. Слушайте, ну у нас такое уже пошла полемика, типа, а что было первым, курица или яйцо? Не-не-не, на самом деле, тут есть еще теория заговора, которую, может быть, можно было сформулировать следующим образом. В каком-то отношении уже священный текст был, и кого-то называли иудеями, да, там, в священном писании. И было выгодно, на самом деле, стать этими иудеями. Да, я не знаю, да. И тем самым занять некое первичное положение по отношению к тем же христианам, да? Да, я тоже так думаю. А как христиане, которые было большинство, это допустили? Ну, если у тебя в твоих руках, так сказать, деньги, в твоих руках, значит, денежные потоки, ты можешь, значит, их канализировать, там, в наших руках земля. Еще объясняй, как это, значит, в этих, как знания, да, ты можешь коллектировать знания. Представляете, я вам расскажу, что такое было примерно, что такое были евреи, например, на территории современной Гальчины, да, то есть Западная Украина. У них там, например, в торговле из всего народа, там, скажем, из 220-230 тысяч, я точно не помню цифр, 180 тысяч были евреями. Городское население, большей частью, было еврейским. Финансовые вступления, то есть вот эти восточные, 95% занимались евреями. 100% содержали в руках свою торговлю спиртную, то есть водку, горюку. То есть это вот такая ситуация. То есть вы представляете себе, что Польшу или Галичину того времени, это когда у них сельское население имело одну религию, одно вероисповедание, один цвет козы, а городское население было совсем другим. И по ходу, и по всему прочему. Все откупщики, то есть на тот момент, то есть они перекупали, выкупали, например, у польских помещиков право распоряжаться всеми доходами из их достаточно больших поместьй. То есть откупщики тоже были евреями и так далее. То есть на территории Галичиной и Польши, Наташа, черты оседлости, это были целые города, говорящие, навидящие, исповедующие специальную собственную религию, отличающие всего этого. И имеющие страшнейшее противоречие внутри самого себя. Это мы их сейчас изображаем, как они нечто общее. Когда Веленский Галон, то есть Евгений Извина, известный учитель в иудаизме, умер, хасиды устроили плясский праздник. Это у них существенная ситуация. То есть те же хасиды, они принципиально не приемлют попытку сделать из евреев самостоятельный народ и посидеть его в какой-то территории. Они считают, что суть и смысл еврейства состоит в их распределенности, рассредоточенности по миру. И они принципиально отказываются говорить на еврике. Они считают, что это надолгательство над их священным языком. Священный язык нужен для того, чтобы читать на нем чистые тексты священные. Поэтому они считают обязательным для всех остальных функций учить и хорошо знать тот язык, того племени, того народа, среди которого они живут. И знать его виртуозно. Это для них обязательно. Для них является, как и для всех евреев, для тех же хасидов является запретом на физический труд. Мужчина до той поры, как он женился, вообще не имеет права трудиться. Он должен посвятить всю свою жизнь для изучения туры. И только когда он уже возьмет, женится, он, значит, после этого имеет право трудиться. Очень многие хасидские мужчины, они, например, вообще не работают всю свою жизнь. Имеют 10-12 детей. А почему так? А потому что существует хасидское общение, они, например, принадлежит весь ювелирный рынок в Бельгии практически. Огранка алмазов, всякое прочее хасидов. Они за счет этой общины содержат, собственно, немалое количество детей и всякое прочее. Поэтому, когда мы смотрим на хасидов, я к ним адресуюсь, это как раз сильный аргумент про то, что это изначально был некий финансовый цех. Некая финансовая элита, некой группировки. И то, что она была священной Римской империей, это ясное почертие оседлости. Что у нас евреев нет, значит, евреев обязательно бы унесли. Ведь и евреи, когда они развалились... Кто у нас евреев? Ну, нету у них, в них нету финно-угорской каплогруппы, я уже говорил об этом. И они, когда они казались, что сейчас населенность была отменена, они замечательно начали смешиваться с теми же русскими. Ведь нет сейчас никакой проблемы между скрещиванием между евреями и русскими. Как они попали вообще на Россию, если ты веришь, что они были в Германии? Ну, вот, путем раздела Польши. Так, а почему должна быть финно-угорская каплогруппа, допустим, сейчас, или с временных русских, она велика? Да, порядка 27%. В них нету точно так же. Это, между прочим, ситуация очень общая. Если вы возьмете некоторые народы из Северного Кавказа, например, осетинов, у них Р1А, порядка 20%, спрашивается, когда они смешались с русскими, прямо сейчас или давно? Ответ давно, почему? Акфин-Угорский каплаков принят. То есть они с какими-то предсевдорусскими, которые были этнически однородными, которые были носителями Р1А, и они с ними смешивались. И вот евреи точно так же, они вот были, судя по всему, это некий славянский народ. То есть изначально были славяне, и в нем выгляделась финансовая элита, которая позже стала воспринимать его как евреи самостоятельно. Им придумали фиктивный язык, им придумали несуществующую историческую родину, Палестину. Как несуществующую? Существующую по Библии. То есть они просто... Да, но не их родина. Да, Иерусалим, не Иркутц. Это другой вопрос, где они были настоящие. То есть им придумали, условно говоря, священную историю, которая якобы с их народным была. Да, да, да. Придумали, да, язык им придумали. И они в это поверили. Это гидрадиозная штука. Они приехали в эту пустыню, сделали вид, что здесь была та самая земля с молочными берегами. С молочными реками и кисельными берегами. Но все-таки у большинства евреев антропологические признаки есть. Характерные для них форма носа характерная. Обычно это все-таки брюнеты. Они обладают достаточным волосяным покровом. И все это не типично для европейцев, тем более для славянина. Как это объяснить? Да если взять южного славянина, какого-нибудь украинца, то тоже университ. Он будет очень типичен. Да, он же западноевропейского, как он, с гаплогруппой А, и то он будет сильно отличаться. Он не казака типичный. Он что, похож на русского, что ли? Хотя на самом деле... Казак-то немножко и похож-то. А вот если ты возьмешь... Ты, например, по украинцам... Я говорю запорожки казаков. У них, да. Если ты возьмешь украинцев, то у них практически в каждом регионе существует свой эталон украинца. Он сильно отходящий от общего. Если ты возьмешь какую-нибудь таблиницу, то он будет темненьким, маленьким, толстеньким, корреглазеньким. А если ты возьмешь какого-то заболевого, центрального, он будет очень часто и не поблократить. Одином русым и Голубоглазым. Здесь, Стас, я с тобой согласен, что, быть может, у Ашкеназии и Кашкеназии, это было одно из племен. Ну, как же тогда племена находились, если одно в Польше, а другое, значит, это на западе Испании, я понял, как это так? Сифарды по крови не имеют, очень мало отношения к Ашкеназии по крови. А как же тогда, допустим, такие разнородные... Ну, они объединены цеховым образом, сказано. Да, нет, они не то, что цеховым. Да, они в Сифарде занимались тоже тем же самым. Они кто были в Испанской империи? Считается, что они были опять финансовые элиты. Кем они стали, когда они переехали в Турцию? Опять финансовые элиты. Ростовщичество среди христиан, оно было запрещено. Часто. Если мы вспомним вот эти странные истории про скупого рыцаря, или чего-либо еще, или про это, они обращаются к своему еврею, к такому, с таким правом, что кто-то обязан выдать какие-то деньги. Я считаю, мне было какое-то недоумение. Почему он обязан, если деньги этого еврея? Чего он приходит и заставляет его себе отдать? Не потому, что много крови, а потому, что тот просто хранитель этих денег, сундука, пчака, ни больше, ни меньше. А не собственник. Причем, ростовщичество может быть запрещено не потому, что религия не позволяет, а потому, что этим видом деятельности может заниматься только определенного рода кола. То есть, может быть, логика така. Да. Ты в Священной Римской империи, ты не мог заниматься мясопереработкой, если ты не принадлежал цеху мясников. Ты не мог заниматься гончарным промыслом, если ты не принадлежал цеху гончаров. Они заседали даже в Рейхстаге. Мы сейчас мало себе представляем себе, что такое, но Рейхстагов, строительство Третьей Паллады, это был Рейхстаг не земельных лиц, у которых было всего 4 человека, а 250 выставляли независимые города и цеха. Вот какая была цеха. Просто на примере такого примера, как бы с евреями, если принять твою гипотезу за родоподобную, можно понять, как вообще народы образуются. Да. Сначала возникает некая общество, территория, может быть, языка близкого, культура и прочее, а потом уже на ней формируется народность. Хотя она может быть совершенно из-за различных гопологруд состоит. Да, да. Из-за различных в родовом смысле людей. Конечно, конечно. То есть, первый шаг – это возникает некая книга, книга, вокруг которой эпос, этнос, вокруг которой люди начинают обвиняться. Но обвиняются все народы, да? Да, все народы так. А вот финны, как они выглядели в середине 19 века, какой-то тоже опять доктор, потому что много было обработанных людей среди врачей, придумал эту Калевалу. И она священная, прокрюченная Калевская книга. Вокруг нее и произошло промервание финского этноса из различных финно-угорских племен. Хотя они – один из самых однородных этносов на Земле. Но она придумана искусственно. Не, ну, можно сказать так, о Шейкспире, можно сказать так, а об этом… Да, об итальянцах. Итальянцы по крови – это непонятно что. Они на одном языке до начала 20 века не говорили. Их Муссолини заставил… Мужчин комеды кто написал там? Данте. Он же тоже фигура легендарная. Да. Можно так же сказать про нашу эпосу. Как он назывался там? Мусю Кушкин ты написал? А, а, о полку Игореве. О полку Игореве. Везде предшествовал некого рода текст, от которого… Обязательно. Объединялось уже нечто, что называлось уже… Да, и искусственным образом оно вот таким и получалось. Немцы, они до сих пор на одном языке говорить не могут. У них литературный язык один, а говорят всё на разных языках, бывает другого не понимают. Нет, хороший пример в этом смысле Римской империи. Мы, казалось бы, должны считать, что в Римской империи должны все говорить на латинском языке, но на самом деле, если мы посмотрим… Никто не говорил, да. Для меня Римская империя существовала только в форме Священной Римской империи, сразу же говорю. Я всё считаю, это её предыдущее, это его фантомное отражение. Мне просто сам факт интересен, что вот государства, да, вот в древние времена, видимо, существовали государства, но ещё народов не существовало. Да, существовали племена с различными языками, но народов не существовало. И это многократно говорю, что народы, европейские, получились максимум с восемнадцатого века как французы. А на самом деле, большая часть в двадцатом веке чеченцы как народ оформляются на наших глазах всего лишь. Да, и если получается это так, то всякий раз, если мы заглядываем в историю и видим там рассказы о неких народах, то сразу можно сказать, что это история новоделка. Можно, скорее всего. И такие выводы делать. То есть, национальное государство, это поздняя-то вещь. Я говорю, что типичная ситуация для Рима и Средневекового, это был город. Город и вокруг неё с пролегающими землями. Мы даже посмотрим на многие современные страны. Что такое современная Латвия, как Непорт с пролегающими хуторами? Правда? Рига и хутора. Что такое Эстония, как опять-таки Непорт с пролегающими хуторами? Они являются, если государственной, своего рода просто разделом в зону влияния. Вот, допустим, существовали, как ты говоришь, города отдельные, хутора какие-то. Да и, в принципе, государственные границы были не ясны. Конечно. И с определенного момента возникает необходимость разделения территорий влияния. Допустим, взять Византийскую империю, что не государство, что ли? Нет, ни в коем случае. Она как раз один город, чистую. Она в некоторых местах всего лишь 50-х километров от Стамбула, то есть от Константинополя от Айде, и она заканчивалась. А зона влияния, надо говорить. А зона влияния, надо говорить. А зона влияния, надо говорить. Например, она вот так себя, так и выглядела в революционном падении Константинополя. Представь, Стас, как в древние времена, каким образом держать такие огромные территории? Ведь это же требуется, пограничные войска требуют. Очень-очень медленно, очень медленно происходила связь, и они были неуправляемы. Они могли только находиться в ситуации феодальной зависимости. Феодальная зависимость? Это не феодальная зависимость. Но это не одно государство, значит, получается, а зона влияния. Посмотрим на Рим – это город. Рим – это город, в первую очередь. Посмотрим на Афины – это город. Посмотрим на Владимиро-Созовскую Русь – это тоже город. Это отдельные города? Это города. Санкт-Петербург до сих пор один город. Это город. Санкт-Петербург до сих пор один город. Но единственное, что я хочу все-таки дополнить. Вот эта идея о цеховом происхождении евреев, она уже совершенно была высказана авторами новой хронологии. Но в их представлении, конечно, это и было, как сказать, было… Большой Арденской империей. Да, Русско-Арденской империей, как бы, финансово-сосходных. И в своих представлениях, Священно-Римской империи до 17 века – это Русско-Арденская империя. Ну, кстати, в этом смысле можно, допустим, сразу, если контраргументы выйдут против этого, что евреев не содержит русской крови, то можно, допустим, рассуждать так, что метрополия-то налоги и все прочее собирала само правительство, а в феодально зависимых провинциях могло просто отдать налогу определенному цеху. Кстати, это и было такое понятие откупа и так далее. Систему управления как раз было отдать как какую-то провинцию на откуп. Поэтому они и не жили на территории России. Ты знаешь, я не совсем согласен с тем, что они собирали именно деньги. То есть не они собирали налоги, скорее всего. Ну, непонятно. Они их хранили, они сдавали их под проценты и занимались возможной финансовой службой. Скорее всего, изначально они их не собирали. Система откупов появилась уже позже. Ну, наверное, 18 века только. Ну, может быть, 18. Сам факт, что существовала система откупов говорит о том, что государство было слабым. Скорее было понятие о зоне влияния. Ну, однако. Нет, подкупа они просто иногда были выгодные. Как понять выгодные? А просто по-другому, может, было не собрать. То есть ты заранее должен был за сколько-то денег это купить. Потому что тебе обвянул деньги, нужно прямо сейчас. Получал их в банке, грубо говоря, кредит под них. А под них и закладывал, собственно, все доходы от своего помещения. Просто если бы государство было сильное, то зачем тебе нужен откуп, если ты можешь спокойненько докопить? Не государство. Речь шла бы, конечно, на помещиках. Ну, я понимаю. Я просто говорю, что государство еще в том смысле, как мы понимаем, с границами, с полицией, с визой. В 18 веке была система откупов широко распространена. Тем не менее, государство было достаточно сильное. Ну, сейчас. Я еще хочу сказать, что Лея Фоменко является главным, что была некая Великая Руденская империя. Мы сейчас, когда мы прослеживаем по Русской империи, когда мы это дело прослеживаем, мы видим, что существовало некоторое, вот я провожу итог собственным генетическим рассуждениям, мы оказывали, что, быть может, Владимир-Созийская Русь, так называемая, или вот эта, это была, в первую очередь, финно-угорская империя, а не русская. Пусть, пусть, но не русская в смысле слова. У тебя были русские, которые очень широко распространились. Они попали в Индию, они попали в середину Егопы, они раскололи клином область обладания финно-угорской группы Ай. Ее вот так взяли и раскололи по центру Егопы. Обладатель остались на север, где земля была неплодоводна, в той Швеции, и на юге, там, Борс-Нега, Северина, в горях. Они ее раскололи. Но потом, поверх них, пошли финно-угры уже. И они уже отдали 20% финно-угорскому этносу. Они взяли Стамбул. Помните, мы находили следы вооружения Стамбула, финно-угорской гаплогруппы, присущей татарам, чукчам, чувашам и всяким прочим. И больше нигде. Вот они брали Стамбул. Именно они брали. То есть, турки-сюджики – это были конкретные финно-угры. Оказывается, турки для нас, то есть, татары – это финно-угры. Вот они ее брали. Но и они прописывались наверх. Туда они наверх прописывались. И поэтому, как бы, получилось, что они, как ни странно, традиционная история достаточно близка. И эти, так называемые, татары, то есть, татары-монголы, современные прочтения, далеко не продвинулись. Мы эти финно-угорские гаплогруппы, даже у венгров, финно-угорского племени, или у поляков, или у кого-то, находим минимальное количество. И именно там была область пребывания еврейского ареала. Но, кстати, говоришь, финно-угор – так. Они вышли, скорее, через этой владимирско-сюдовской гуси, где они, собственно, и жили, видимо. Да. Но они пришли там, где… Но евреи не имеют отношения к той самой империи родынской. Родынской вот этой. Почему? Потому что финно-угорских гаплогруппы нет. А почему она должна у них быть, если они, допустим, жители Европы? Ну, потому что финно-угоры были тогда, значит, в знатию, да, и если бы евреи там действительно хоть как-то хотели там финансовым образом пристроиться, то должны были как-то сознательно. Они должны, если они финансовым образом существовали, как они могут… У тебя прошел народ завоевателей, а деньги они утрали какому-то другому народу. Как ты себе представляешь это? Должны быть верхушки, деньги и власть всегда есть. Я говорю, что Священная Римская империя, по своей генетике, скорее всего, преимущественно была славянским… Ну, большая часть там славяне были. Большая часть. Они были славяне, то есть СР-1А. Вот с этой самой СР-1А гаплогруппой. Они СР-1А гаплогруппой существовали, и среди них выделилась… То есть именно в Священной Римской империи. Той самой империи, которая не имела никакого отношения к вот этой самому… К вольским подвигам… Точнее… Подвигам финнографов. То есть как татар и всех отчимов. Не имела к ним никакого отношения. Абсолютно. И мы ее получили к себе на своей территории. Только очень поздно. Только уже в XVIII веке путем разделения Польши. Только тогда они к нам… Вот они у нас здесь начали повисать. Держались зоны оседлости, а потом… И даже естественным образом мы посмотрим. Евреи замечательно смешиваются с русскими. Туда-сюда. В разных комбинациях. То есть там никаких проблем нет. Замечательно выучили русский язык. И так далее. То есть по крови они… Они безусловно славяне. Никто-либо еще. И поляки, да. Они практически генетически идентичны между собой. И поляки, и яшкеназы. Они типичные славяне. Как они и жили. Одно было городское население. Другое было сельское. Одно было… Занимались сельским хозяйством. Другие занимались… Произоставлением финансовых услуг и чего-либо еще. А потом, значит, они по религиозному признаку разделились. Скажи, крестоносцы все-таки это кто такие были? Ну я не знаю, кто такие крестоносцы. Нет, просто если татары захватили и Византию, хотя… ТГБ еще дают, что турки сельский жукят… Ну не сельский жукят… Ну не сельский жукят… Турки… Турки, не важно, да. Турки… Тогда… Кто тогда были крестоносцы? Ну, если согласно империи, то это обладатели габлогруппы Р1-Б, то есть западной Европейцы. И действительно существовала так называемая Латинская империя на их территории. Ну, следов, у нас, современной Турции в Финции… То есть, это Священная Римская империя – это какая империя? Изантийская империя, или Австрийская и Немецкая империя? Я думаю, что это были разные. Это была Австрийская и Немецкая империя. Австрийская и Немецкая империя. Сколько всего империй-то было, получается? Сколько на самом деле было неизвестно. Я вижу трех. Какие? Значит, одна из них очень стабильная и долго существующая, которая была, судя по сему, метрополией, была Священная Римская империя. Она была поздняя. Со столицей непонятно где. Но как бы в Вене теоретически? Теоретически, потому что она столица Гарфунгов. А Гарфунги всегда избирались у них королями. То есть императорами всегда. Но столицы у них не было. У них была путешествующая столица. Может, понятия столицы не было? Может, как раз путешествующая столица говорит о том, что эта империя выдумана? А может, это говорит о том, что столица там, где император? Да, столица там, где император. А императору было выгодно путешествовать. Потому что по закону Кюрфюстер, на каких землях он находился, обязаны были кормить его вместе со всем двором. У них была своя почта. Равномерно предполагать. Формально у них в столице его был Рим. Но она же великая, мощная. Поэтому какие-то города-государства, типа Венеция и Генуи, и тогда не пропускали его на коронацию для своих дембри. Считалось, что они их не пропускали. И тогда император не был императором, а заносил титул Римского короля. То есть человека, который еще на тот момент не стал императором, потому что он должен в нем углу в нем коронации. Значит, смотри, у тебя есть первая империя. Это Византийская, судя по всему. А Александрий? Да очень давно, не знаю, не могу ничего сказать. Первая Византийская из Великих империй. Вторая Священно-Римская империя. Финно-Угорский это, не знаю. Подождите, а Священно-Римская где? Священно-Римская империя, это империя европейская. Ее центр, ее зоны находились на территории современной Германии. Австрии? Да, Австрии, Австрии. И в Северной Италии. Допустим, если не было Русско-Радынской империи, то откуда такой огромный... Я покажу, почему не было? Сразу уже разнообразно. Откуда этот весь аргумент? Ну, если она русская, то мы должны искать... Не русская в современном смысле слова, а империя с метрополией ей, Владимира, Суздательской Руси. Ну, нет, такая империя, она как бы существовала, но ее область, она соответствует современным традиционным историческим представлениям. Тогда откуда такое огромное количество русских слов в европейских языках? Особенно в английском, например. Не знаю. Может быть, славянский? Может быть, просто русский язык, вот именно славянский. Смотрите, я же говорю, что тот самый Владимир, Суздательской Руси, непонятно, какой бы их язык. Какой-то есть финно-угловский, по себе. Не важно, кто там был. Там, может быть, и финно-угл жили. Может, основное... Я же не говорю, что это русские были в современном смысле слова. А как это в английском языке много русских слов? Ну, а как, допустим, я не знаю, например... Да не, придумывать-то можно скучно. Нет, смотри, я же не отрицаю ситуации, более древней ситуации, когда, как бы, обладатели группы Иродина непонятно откуда вышли и расселились в центральную европу. Разрезали, да, вот эту рай, балканно-скандинавскую. То есть была архаичная балканно-скандинавская, которая все заняла. Они взяли и ее разрезали. Стали в центре, в Польше, в Чехии, где-то бы еще жить, вот там. И плюс вторая из них, их много обладателей, это среди пуштунов, среди таджиков, среди различных афганских племен и среди высших касты Индии. И вот такой полумесяц, как бы он их захватил. Север-Рио никогда не был в этом, таким, богатой на эту группу. Финно-Угры пошли гораздо позже. Именно они были настоящими татарами. Это известное в Европе, как татаро-монгольское завоевание. А для византии гималазиации, как тюркское завоевание Малой Азии, Взятие только из Стамбула. По моим представлениям, я так пока плавал вам сюда. Сейчас же генетически считается, что все европейцы пошли из Центральной Сибири, откуда-то оттуда. Ну, это одно из представлений. Это непонятно, это одна из версий. То есть, селение оттуда пошло? Ну что, все, да. Подожди, подожди, куда прошло? Вот, так сказать, натяжки языковые. Какие же натяжки? Кэт и кот. Мил и молоко. И, не знаю, там еще куча всех. И даже мне поразило слово язычник по-английски. Паган. Да. Ну, просто поганый значит. Так, нет, я тебе могу сказать следующее. Не было никакого отрицать, что позже, когда Романова начали делать из русских самостоятельный народ, конечно, русский язык стал языком. Что вы, англичан и француз? Нет, 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 у нас, наверное, на Руси. На Руси стал языком. С тем же просто, с той же достоверностью можно сказать наоборот, что русский язык заимствовал из английского. А что? Ну, те же самые сладкие. Как число. Ну, мило. Ну, я не думаю. И люди между собой всяким образом обменивались. Во-вторых, есть понятие индоевропейской корней, да, где считается, что был про язык индоевропейский, который потом разделился на многие языки. Да, говорят, что санскрит это практически русский язык, да. Ну, да, похоже на русский язык. Ну, причем тогда он в одинаковой степени должен был похож и на английский, и на... Ну, он и похож на русский. Индоевропейский язык, если это группа, там на группы, как раз они и похожи, и корни похожи. Мама, папа почти во всех языках. Мама, папа. В европейских языках одинаково. Да, только на бабу, да. Да, только на бабу, да. Санскрит больше похож на русский, а там ни на французский, ни на немецкий. Ну, при чем не на русском языке? Ну, ты на русском языке говоришь, тебе кажется, что на русский. Там есть был про язык для всех языков. Понимаешь? Про язык общий. И для нас общий, и для русского языка общий. Некий индоевропейский язык был, который разделился на русский язык, там, 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 условно говоря, на английский, немецкий и прочее. Об этом ищите. У нас источник общий. Просто, если это так, то мы должны искать следы, например, он же говорит, Фомян Косносовский. Ушел, да? Что? Они говорят об единой русской империи, от моря до моря, даже взявшую Америку. Отлично. Ищем следы гаплогруппы Р1А в Южной Америке. Не находим. Ищем хотя бы их в Испании. Испании же были той же частью. Не находим. Ищем их в Китае. Он же входил в стратегию Ардельской империи. Не находим. А что находим? Где-то это, может, не входило? А находим в Китае замечательных финно-уголовских хуманжуров. Замечательно находим. Монголов и финно-уголовских хуманжуров находим. Везде там все это находим. И находим это в Европе именно так, где говорят традиционные истории. Куда монголы дошли. Вот там и граница финно-уголовских хуманжуров. А есть ли это просто великое переселение народов, которое отброшено в историю на более поздние времена? Очень похоже на то. Я тоже говорю, что очень похоже на то. Там же говорят, что было две волны, да? Очень-очень-очень похоже, что в начале откуда-то пошли Р1А. По новой хронологии же было две волны, забывайте. Да. Я тоже говорю две волны. Первое, это значит, обладательника благов по Р1А. Куда-то пошли, перед ними бежали испуганными козочками, это, Р1Б. Р1Б набежали аж до моря, до туда. Р1А остановились где-то на территории современной Германии. Дальше они не пошли, фактически. Поэтому там везде Р1А бедным Ай, то есть традиционным европейскому населению, очень сильно досталось. Они сохранились в основном крах и на севере. Понятно, почему именно финно-угры двинулись, да? Потому что, возможно, изменился климат и там стало холодно. А вторая поздняя волна уже, совсем поздняя, историческая. То есть это регулируется на век 15-й, может быть. Это финно-угорская волна. Может быть 12-й, может 15-й. Вот это финно-угры. Они пошли уже сверх вот этого самого ситуации. Если бы было наоборот, мы бы у финнов следы Р1А в большом количестве наблюдали. Мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, что они состоят из северных Ай, то есть это Исамов и Лапарей, и, собственно, финнов и Лугов. Такая же вот эта самая ситуация. То есть вот у меня, по крайней мере, в голове смогло... Он пошел позже. Тогда, значит, терпилы у нас выступили в финново-угловские племинары. Так? Почему? Он пошел уже в Европу, а финново-угры остались на востоке? Ну... Так ты их берешь... Нет, ну, может быть, все-таки финново-угры начинали процесс, они выталкивали постепенно. Финново-угры выступили южнее, тем самым вытеснили Р1А, который пошел западнее и так далее. Потом второй раз тоже самое произошло. Мне такая концепция немножко складывается, что как раз Р1А, видимо, вот это, то, что называется русским, был характерен, допустим, в древности для Руси, был характерен для Западной Руси. А как раз, видимо... Восточную Русь населяли как раз, видимо, люди с привода... Только ты неправильно делишь, а делятся южная и северная. Нет, почему? Нормально дели. Нормально дели. Совершенно нормально. Славяне делятся на южных и северных. И на западных и восточных делятся. Мы тоже можем поделиться. Нет, нет. Прежде всего они делятся на южных. Ты возьмешь западных славян, то есть белорусов и поляков, то у них Р1А достигает максимальных самих значений. Она максимальное значение достигает у славянцев, она максимальное значение чуть до 70% достигает у лужичан. Лужичане – это народ, который живет на территории современной Германии славянской. То есть вот там их очень много. А у нас здесь, у русских на этом, у нас большая примесь финно-уговского компонента. Может, я говорю, как в основном жители Восточной России были, наверное, может быть, финно-угры. Понимаешь, если бы они создавали империю, от моря до моря, они бы принесли свою финно-уговскую гаплоглопу, если следует Фоменко, и в Китай, и в Испанию, и в Южную Америку. Они ее не принесли. Как в Китае, ты говоришь, во-первых, она есть. А, да, да. Финно-уговская есть там. Но в Европу они, в Испанию, не принесли ее. Ну, потому что я говорю... Так подожди, а это возможно, чтобы в Европу, в буквальном смысле, не завоевывали, а, допустим, в Западную Европу, она, возможно, просто... Похоже, что ее вообще не завоевывали? Просто, может быть, вошла в состав, как бы, ну... Стас, ну, больше всего не поражает. Ну, что ты хочешь, во что бы это ни стало, вот эту историю через коленку перелачивала? Я не пытаюсь. Тебе обязательно нужно, чтобы была империя. Ну, уже везде у Числава. У поляков и даже у белорусов финно-уговская компонент общий слаба. Еще раз говорю, я под этим вот... Когда говорю про великий переселения народов, то под этим подразумевается, своего рода, эффект паровозика, да? Когда один народ срывается с места, он выталкивает другой народ, другой народ выталкивает третий и так далее. Как эффект паровозика. Один вагон тронулся, и пошла волна. Точно так же и здесь, видимо, происходит. Финно-угры под каким-то причинам, может быть, климатическим в частности, ушли с севера. Тем самым вытеснили народы, которые жили южнее. Те народы еще подались южнее и западнее, соответственно. Где в Велбасе. Да. Одни в среднем. И каждый раз так происходило. Каждый раз. Среди Азии и Индии, а вторые в Велбасе. Просто каждый раз происходило. А когда, может быть, климат возвращался, или что-то, опять климатические условия там изменялись, может быть, опять происходило заселение с севера, и так далее. Вот. То есть, эффект такой, чисто вот эффект биологический паровозика. А не эффект завоевания, в буквальном смысле. Понимаешь, что в каком-то смысле это неестественно. То есть, ты хочешь сказать, что просто-напросто действительно есть факты по поводу того, что в начале 18-го, в конце 17-го века было мощное похолодание. Ну, например. Я просто не знаю, какие еще могут быть. Например, похолодание. То есть, такие науки, которые были, это дело терпимо к этому, для них это естественная сведа, обитание, они таким образом двигались на юг, а те, наоборот, отступали и уходили. Ну, прежде всего, это связано с едой. Согласитесь, что вы уже совсем сложные климатические условия. Стас. А, так мы что-то снимаем, что-то? Совсем сложные климатические условия, просто еды-то нет, это же не современные все-таки... Ну, в общем, вот, ладно, понятно. Ну, то есть, вот такая... Снизу еду, еда уходила южнее, ищи за эту еду. Что же вы сказали по поводу этого, по поводу евреев? Я понял, что самые русские это евреи. Ну, в полублизом, да. Нет, просто я вам русский, так сказать, сочувствую, так сказать. Что евреек это? Поскребешь русского, и выскоребешь еврея. Точнее, еврея поскребешь. Или еврея поскребешь, выскоребешь русского. Нет, ну, если русского поскребешь... Ну, потому что мы татари в чистоте остались. Да. Нас не заветяло. Это все фигня, это да. Это такой же анклав, у него на немцы. Нет. Ты не прав. Главное не понял. Знаете, что? А почему прикол, что вы чистыми остались все? Даже если вы остались чистыми. Ну, и что из этого? Понимаешь? Все равно вы татари. Нет, просто, ну, так с... Я бы сказал, с евреями водиться. Нет, здесь очень и очень хорошо. Очень интересно упаковаться. Я же об этом рассказывал, опять по вопросам. Все относительно. Ну, возьмите какие-нибудь этнические... Харьелов, там, Вепсов. Они, ну, сколько времени живут с русскими рядом? И смешались слабо очень. Я бы все-таки сказал так. Вот сегодня... Фионы вообще не смешались. Они в империи были чуть ли не 300 лет. У них 5% Р1А. 5%! Они вообще не смешались с русскими. Сегодняшний рассказ... Понимаешь. Мне интересно, не говоришь, с прикладной точки зрения. Чуть больше ста. Чего? Чуть больше ста. Да. В империи они были. В Ту-тугу. Да, конечно, впервые это еще после лета. А Карелия? Не, ну, может быть, Карелия. Ну, Карелия, конечно, сильно. Ну, что, в Финляндии стал приближать на Северное значение. Да, ну, я же буду, я думаю, сказать. Я, ребята, хочу сказать... В 50 лет тогда будет всего. Сегодняшний рассказ мне не интересен чем, да? В принципе, прикладная точка интересна. Как я понимаю, теперь, если... Знаете, как говорит поговорка, да? Хочешь стать богатым – создай новую религию. А получается, что нужно взять и создать еще и новый народ. Да, конечно. Создать новое государство. Ребята, а почему мы с ними думаем? Живем, чертикак, в этой России. Давайте мне создадим новый язык. От того парня, у него, по-моему, фамилия даже была. По-моему, чуть ли не Данилов тоже, да? Недавно посадили за то, что он решил создать... Он, Захан, несколько года журналист. Решил создать... Он утверждает, что поморы – самостоятельный народ, не имеющий очень мало отношений к русским. Это я посредством массовой информации говорю. Понятия на сети. Вот недавно, где-то месяц или два назад. И норвежцы его очень сильно в этом смысле поддерживают. Грант ему даже какой-то дали и так далее. А за что посадили? За экстремизм, да. Нет, что интересно. Получается, государственные границы... Это надо просто не под экстремизмом. Это надо было за... Как это? За поддержку малых народов. Что-нибудь такое, понимаете? Ну, вот так и было. А народ, на котором я читал новостей про это, он как раз срадовался. Аааа, типа они будут русский народ раскалывать, типа на каких-то там поморов, то есть семилы. Северных русских собственно русских. То есть давайте мы русский народ создадим. Нет, вообще так говоря, в Сибири существуют тоже такие движения, отделения. По-руже сказать, идем евреем. Они вообще хотят всю Сибирь отделить за Россию. Они считают, что сибиряки это тоже особо урода. Ну, серьезно. Ну, можно об этом тоже поговорить, о Сибири. Вот сейчас мы чей попьем. Хотите я вам расскажу про улбанистю, чем голод отличается от народа? КОНЕЦ